Кубок России прошел уже в десятый раз. Также в его рамках состоялись межрегиональные и всероссийские соревнования. Костяк сборной Татарстана составляли именно наши бойцы. Нижнегамцы отправили на турнир не только уже бывалых бойцов, но и тех, кто в соревнованиях такого уровня участвовал впервые. Так, среди самых младших спортсменов золота выбил Карим Гумяров. Было тяжело немножко. Было пять боев за первое место. Самое сложное было за первое место и второе место. С моим мы дрались, а он меня чуть не победил. На межрегиональных соревнованиях самые младшие спортсмены заработали два золота, три серебра и три бронзы. Для меня это самый высший уровень, который я показывал. Всегда у меня были только третьи места, а сейчас я вырвался на новый рубеж. За счет чего удалось вырваться на новый рубеж, как ты сказал? Что бы менялось? Ну, я думаю, что тренер хорошо постарался. Я тренировался, достойный еще лучше. Старался сильнее. Было намного тяжелее в этот сезон. Отличились наши на всероссийских соревнованиях. Результаты выступления нижнегамских бойцов стали одно золото, пять серебряных медалей, такое же количество бронзовых наград. Традиционно высокие результаты местные бойцы показали в рамках Кубка России, как в личном, так и в командном кумите. Впервые в категории мужчин бился Даниил Селезнев. Мне кажется, если бы нас рос чуть по-другому на полуфинальный бой, то, скорее всего, я бы, возможно, смог пробиться чуть выше. А так как это первый раз мой был, мы же уже говорили, наверное, как-то побоялся, возможно, или как-то в голове сложилось то, что хватит. Вот так. Его однокомандник Динар Сулейманов, благодаря успешному выступлению на соревнованиях, смог выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Давно хотел выполнить, просто то не получалось, потому что пулька слишком тяжелая попадалась. Там много всяких чемпионов было, очень много. И как-то не везло. Ну и не дорабатывало где-то. В этот раз было, конечно, тяжело, но получилось. Считаю, что самая сильная такая у меня пулька была, потому что два сборника России были. В первом бою сборника России убрал, который стал на мира первым. Второй бой полегче был, третий тоже тяжелый был. Долго мы с ним прыгали, в итоге выиграл. Всего же на соревнованиях львиную долю наград в копилку сборной Татарстана принесли именно нижнекамцы. Три золота, семь серебряных и девять бронзовых наград. Всего сборная Татарстана завоевала 31 медаль и стала третьей в общекомандном зачете. Много было ребят, которые поехали первый раз вообще. То есть неплохо съездили, особенно 8 лет. Заняли ребята в первый раз поехали, заняли и первое, и второе место в своей категории. Также девочки у нас ездили в первый раз несколько человек. Ну и уже там с 9, с 10 лет, с 11, есть ребята, которые ездят уже также с 8 лет. И уже до сих пор продолжают, отбираются на Кубки Республики и постоянно уже посещают этот турнир. Ближайшими турнирами для наших бойцов станут первенства чемпионата Татарстана. А в декабре спортсмены покажут свое мастерство на соревнованиях окружного уровня.